Теперь поговорим о том, как из более простых формул высказываний может стать более сложным и, главное, как это записывать с помощью математических символов. Речь идет о формулах, логике высказываний. Во-первых, надо ввести какие-то обозначения для самих высказываний. Обычно их обозначают заглавными латинскими буквами. Скажем, высказывание «слон имеет уши» можно обозначить буквой «Х» или любой другой буквой, которая нам больше нравится. Теперь давайте вспомним для примера, чтобы было от чего отталкиваться, определение равенства множеств. Два множества равны. Что это значит? Это значит, что «Х» принадлежит «А» тогда и только тогда, когда «Х» принадлежит «Б». Эту речевую конструкцию «Х» тогда и только тогда, когда «Y» записывают с помощью вот такой формулы. «Х» – значок, он читается именно так тогда и только тогда, когда «Y». Вот этот значок – это одна из так называемых логических связок, то есть математических символов, с помощью которых из элементарных высказываний образуется более сложное, которое и называется формулами логики высказываний. То есть формулы логики высказываний – это такие составные высказывания, которые как-то построены из более простых высказываний. Можно провести аналогию с русским языком, ну или с любым другим языком, в котором есть простые предложения и сложные. И сложное предложение собирается из простых с помощью связок, которые в грамматике называются союзами. А здесь роль таких связок играет вот эти значки – логические связки. Конкретно вот эта формула называется эквиваленцией. Заметьте, не эквивалентностью. Слово «эквивалентность» у нас тоже будет встречаться, но у него будет другой смысл. А вот этот значок называется «эквиваленция» и формула называется «эквиваленцией». Вот таблица истинности для эквиваленции. Это важное понятие. Я имею в виду таблица истинности – важное понятие. Давайте его проанализируем. Посмотрим на картинку и проанализируем его. Таблица истинности показывает, какие логические значения принимает в данном случае эквиваленция при всех возможных комбинациях логических значений высказываний x и y. Мы договорились, что высказывание – это что-то, что может быть либо истинно, либо ложно. То есть у каждого высказывания два значения. У высказывания x два значения – 0 и 1. И у высказывания y два значения – 0 и 1. Но эти пары значений можно скомбинировать, естественно, четырьмя способами. Вот они здесь себе представлены. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. В последнем же столбике написано, какие значения будет принимать эквиваленция при соответствующей паре значений высказываний x и y. Ну, скажем, если они оба истинны, то эквиваленция истина. Вот если одно из них истина, а другое ложно, то тогда неверно, что x тогда и только тогда, когда y. Значит, в этих случаях ложь. Ну, а если оказалось, что они оба ложны, по-прежнему мы ставим здесь единичку, потому что верно, что x тогда и только тогда, когда y. То есть если x не выполняется, значит, и y не выполняется. Если y не выполняется, значит, x не выполняется. Мы будем такими таблицами истинности пользоваться систематически. Вот еще три логических связки. Они называются конъюнкция, дизюнкция и отрицание. Вот формулы, а значение истинности определяется следующими таблицами. Посмотрите, для компактности я собрал в одну таблицу значение истинности для дизюнкции и значение истинности для конъюнкции. Значит, смотрите внимательно. Вот дизюнкция истина всегда, кроме того случая, когда оба высказывания, участвующие в ней, ложны, а для конъюнкции наоборот. Она истина только тогда, когда оба входящие в нее высказывания истины. Отрицание, это очень простая операция, она меняет значение истинности высказывания на противоположное. Если х сложно, не х истина, если х истина, то не х сложно. Эти три связки, глядя ли, вы видите в первый раз. Я думаю, они вам в том или ином виде знакомы, потому что в любом языке программирования обязательно есть логические операции, которые в точности соответствуют этим трем связкам – конъюнкции, дизюнкции и отрицания. В нашей обыденной речи, помните, я проводил аналогию с естественным языком, этим связкам тоже отвечают вполне знакомые нам союзы. Конъюнкция отвечает союзу «и», а дизюнкция – союзу «или». Правда, тут надо одно уточнение, союз «или» здесь понимается в соединительном смысле. В обыденной речи союз «или» часто в таком исключительном смысле происходит. Пан или пропал, то есть либо одно, либо другое, но не то и другое вместе. Здесь не так, здесь мы понимаем «или» в соединительном смысле, то есть может быть «и» или одно, или другое, но может быть оба события «икс» и «игрок» истины одновременно, и тогда их дизюнкция тоже истина. Я пытался придумать какой-то хороший пример, который иллюстрирует это. Не знаю, насколько он удачен, но, скажем, сегодня утром я проснулся и услышал шум льющейся воды. И так в полудреме я подумал, что или идет дождь, или жена в душ пошла. И то, и другое вызывает шум льющейся воды, но на самом деле могло случиться и то, и другое одновременно. То есть наличие дождя на улице не противоречит тому, что жена пошла принять душ, и в этом смысле слово «или» использовалось как соединительный союз. Хорошо. Теперь рассмотрим вот такую связку. Она появляется, например, в определении включения множеств. Вспомним, что значит, что а является подможеством множества b. Это означает, что если какой-то элемент х принадлежит а, то он принадлежит и b. Итак, вот такая конструкция «если то», она действительно встречается очень-очень часто. Если х, то у, или из х следует у, вот она и называется импликацией. Записывается она формулой вот такой х. Этот значок читает «влечет» довольно часто. Х влечет у. Заметим, это как бы половинка значка эквиваленции. У значка эквиваленции стрелочки в обе стороны направлены, а у импликации в одну сторону. Таким образом, в импликации ее члены неравноправны. Это отличает ее от тех трех связок, которые мы уже рассмотрели. У эквиваленции, конъюнкции, дизюнкции. Оба участвующих в ней высказывания были совершенно равноправны. А у импликации это не так. И поэтому есть специальное название для этих членов, чтобы понять, кто из них первый, кто второй. Называет х посылкой, а у следствием, иногда заключением. Я буду пользоваться термином следствия. Итак, х влечет у, в этой конструкции х называется посылкой, а у следствием. Какую таблицу истинности имеет импликация? Чтобы это понять, спросим, а что это значит, что из х не следует у? Это происходит, когда выполняется х и не выполняется у. И, соответственно, таблица истинности для импликации получается такой. Посмотрите, вот тот случай, который здесь назван, когда выполняется х, но не выполняется у. Это значит, что х принимает значение истина, а у ложь. И в этом случае импликация несправедлива. Во всех остальных случаях она справедлива. Тут, конечно, есть тонкий момент, который заслуживает более подробного обсуждения. Мы сейчас им займемся на следующем слайде. Вот еще раз та же самая таблица. И мы видим, что импликация ложна в одном случае, когда посылка истина, а следствие ложна. Вот этот случай. В частности, отсюда следует, что если посылка ложна, то импликация истинно независима от значения следствия. Эту мысль выражают таким кратким слоганом, что из лжи следует все, что угодно. Ну вот, может быть, к этому не так легко привыкнуть, но это, конечно, удобно договориться, что импликация имеет именно такую таблицу истинности. Давайте проиллюстрируем, как используется вот это соглашение о том, что импликация именно такая таблица истинности. На примере докажем такой простой факт, что если b любое множество, то пустое множество является его подмножеством. Смотрите, что, собственно, надо сказать. Давайте вспомним еще раз определение включения множеств. Одно множество включается в другое, если для любого х из того, что х элемент первого множества, следует, что х элемент второго множества. То есть речь идет на самом деле о импликации. В данном случае первое множество пусто, значит, нам надо доказать истинность импликации. Если х принадлежит пустому множеству, то х принадлежит множеству b. Но в пустом множестве нет элементов, значит, посылка этой импликации ложна. Посылка, которая утверждает, что х принадлежит пустому множеству, ложно для любого х. Следовательно, импликация истины.